Да уж, этот баг очень странный. Всем привет, друзья, меня зовут Алекс, и я всех приветствую в своей рубрике «Правда или же ложь CSGO», в которой вы мне присылаете свои задания, мифы, различные баги, которые я проверяю, работают они или же нет. Ну и, естественно, показываю это вам. Ну а свои задания вы можете оставлять в комментариях под этим роликом. Ну и если вам такая рубрика нравится, тогда ставьте лайки, вам это сделать проще простого. Ну и, естественно, подпишитесь на мой канал, чтобы всегда смотреть мои новые видео. И быть в курсе только самой интересной и важной информации в мире CSGO. Так что подпишись, я жду. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Залетай на рулетку, где нет минимального депозита. Всё честно и проверено. Шанс есть выиграть именно у тебя. И ещё osgame.com разыгрывает 5 ножей. Все подробности на этом сайте, ссылка в описании. Ну а я вам хочу напомнить, что я теперь всех добавляю в друзья ВКонтакте. Только учтите, вы должны быть активными и ставить лайки. Или же мне придётся вас удалить. Так что дерзайте, ссылка на мой ВК есть в описании. Итак, давайте вернёмся немножко ближе к теме ролика. Сегодня вы мне просылали очень много заданий, которые я должен проверить. А именно, я отобрал всего лишь 5, которые меня заинтересовали. Итак, начнём с первого. Итак, первое здание гласит, что если мы на карте The Overpass кинем дикой под поезд, то мы таким образом сможем остановить целый поезд. Ну и давайте это же и проверим. Итак, я уже на карте The Overpass. И примерно тут ездит поезд, как я понимаю. И когда он будет ехать, я должен его остановить. Так, вот он едет, но я его уже пропустил. То есть, когда тут ездит поезд, я должен кидать сюда дикой. Получается, и он остановится, да? Давайте это и проверим. Будем накидывать дикой. Оп, едет. И да, ребят, Лола, это реально работает, смотрите. Реально, посмотрите, поезд остановился. Давайте накидаем что-то побольше их. И реально, вот тут такой поезд у нас есть, он стоит. То есть, когда тут осталась одна штучка, и две штучки осталось. Когда, о, все, они взорвались, все, он поехал. Да, реально, это работает, ребят. Это задание было реально правдой. Так что мы переходим к следующему заданию. Второе задание, или же это называть можно мифом. На карте The Inferno, на точке А, есть ящик, с одной стороны который простреливается, а с другой стороны не простреливается. На самом деле, это очень интересное задание, которое я сейчас и проверю. Вот я уже на карте The Inferno, а именно на пленте А, и этот миф гласит, что если простреливать через вот эту вот коробку, с одной стороны простреливается, а с другой стороны не простреливается. Ну, тут я уже проверял, вроде бы простреливается, но давайте при вас проверим еще раз, давайте. Ну, для этого вам нужно включить, конечно же, читы, без читов никак. Все, читы вырубили. Давайте еще раз. Смотрите, ребят, его реально как бы шатает. Но он не умирает. Вот теперь умер, наконец-то. Короче, эта стенка очень плохо простреливается. Давайте теперь попробуем с другой стороны. Итак, я поставил уже ботус с другой стороны. Давайте проверим теперь так. Давайте вплотную. А с этой стороны реально ничего не простреливается. Смотрите, вообще он даже не шатается. Да, ребят, это реально вроде бы какой-то баг. То, что с одной стороны не простреливается, а с другой стороны простреливается. Ребят, это реально работает. Третье задание, которое прислал мой подписчик Звучит так Нанесется ли урон, если прыгнуть с большой высоты На вашего тиммейта Ну, то есть, если прыгнуть с большой высоты, то вам нанесется урон А если на вашего тиммейта Вот тут надо проверить, так как на данный вопрос Даже я не знаю ответа И я думаю, вам будет интересно узнать Итак, ребята, этот миф я буду проверять На карте Данюк, потому что тут есть Как бы, откуда прыгнуть И то есть, давайте я попробую прыгнуть просто так Без ничего, нанесется ли мне урон и сколько Давайте У меня осталось 44 жизни Но давайте теперь проверим, что будет Если прыгнуть на нашего тиммейта Итак, теперь внизу стоит мой, как бы, тиммейт На которого должен прыгнуть Я поставил их 3 штуки, чтобы, мало ли, может я не попаду Давайте Так, в прошлый раз мне снесло 56% урона А теперь Ребят, заметно меньше мне снесло Но тоже, ребят, снесло У меня 24% урона Так что все-таки это работает Но не на 100% Оно снимает, конечно же, меньше урона Но все же оно его снимает Так что На 50% Плюс-минус В четвертом здании подписчик просит, чтобы я проверил Можно ли убить одним выстрелом из револьвера Сразу пятерых ваших противников И я проверю два способа Первый будет в голову А второй будет просто в тело И, возможно, какой-то из них будет реально работать Итак, следующий баг или же миф Назвать их вам удобнее Я проверю на карте The Nuke И заключается он в том, что Смогу ли я убить с револьвера А именно, смогу ли я убить пятерых своих противников Будет два способа проверки Первый это в голову А второй это в тело Интересно Итак, становимся ровно, чтобы в голову было Итак Начинаем И нет, ребят Это все-таки был миф Заблуждение Называйте, как вам проще Возможно, убить только 4 человека Если в голову Но давайте проверим, что будет, если в тело Ну, а в тело у вас не получится даже убить одного Посмотрите Итак, пятое задание Будет довольно банальное Но мне оно показалось очень интересным И я его все-таки проверю Реально ли потушить на кэше Бочку, которая находится возле КТ спавна Ну, а огонь в CSGO Можно потушить только одним способом Кинут туда смоук Это все знают Ну, вот реально ли потушить этот огонь Так что сейчас мы это и выясним Итак, про последнее задание Мой подписчик имел Вот эту вот бочку В которой горит огонь Но в CSGO, как мы знаем Затушить огонь Можно только одним способом Это кинут туда смоук Да И давайте проверим Возможно ли затушить этот огонь Лично мне кажется Что это просто нереально И это типа текстура Которую нереально затушить Да, огонь мы не затушили И значит это миф Этот огонь затушить нереально Ну, а ты офигенный Тот человек Который досмотрел этот ролик до этого момента Так как именно ты поддержишь мой канал И я искренне надеюсь Что ты не забыл все-таки поставить лайк Так как это меня реально мотивирует Делать новое видео Ну и если ты еще не подписан То быстрее подписывайся Чтобы узнавать только самую интересную И важную информацию в CSGO Ну и не забывай писать мне задание Которое я проверю в своих следующих роликах Ну а меня зовут Алекс Всем удачи И до скорых встреч Продолжение следует...